Привет, это GTA 5, и мы продолжаем. Так, мне кто-то прислал сообщение. Кстати, босс, я знаю, сейчас мы не варим, но я подумал о том, отбитом налёте ацтеков на лабу. Может, ты теперь будешь меня брать с собой на дела? Шеф. А как мне их брать с собой на дела? А ты что писал? Тревор, к тебе тут приходили люди, мистера Чена, выглядели они покруче тех ребят, которых ты встретил в таверне. И они допытывались, где ты? Давно ты это присылал, Майкл? А, это Мартин, Майкл де Санто, порекомендовал вас для дела. Вам стоит приехать. Всё, отлично. Кто у нас здесь? Смотри в оба. Ищи приметы, по которым можно их найти. О, они русские. Чувствуешь необычный запах? Ничего, я не вижу, босс. Что? Давай, ебарь, мам. Ничего, не понимаю. Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы, как один. Ты по гражданским арестам, ты понял? Америка страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью. Послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. Что? Отлично, Джозеф. Просто прекрасно. Мы назначаем тебя защитником границы страны от нежелательных элементов. Простите, гражданин, мы просто тренируемся. А, ясно. Ну, я очень рад, что такие патриоты защищают нашу прекрасную американскую... ...песчаную пустыню. Ага, спасибо. Не с того, чтобы оставаться в городе. Эй, это же серьезная проблема. Люди мотивированы необходимостью прокормить свои семьи. Едут сюда работать по-черному за копейки и брут, брут в эту страну! Это просто катастрофа. Вот почему мы создали... ...общественный пограничный патруль. Постой, постой, постой. Мой измеритель патриотизма зашкаливает. Быстрее, вы оба. За теми холмами нелегалы. Быстрее, быстрее, ты за руль. Ты за руль, поехали. За руль, прыгай. Ну-ну. Он так просто согласился на это. Направляйтесь к подозреваемым. Как тебя зовут, гражданин? Я Джо, а это Джозеф. Тревор. Так, Тревор, измеритель указывает, что нам нужно... ...вел в Джек. Славный, меня там любят. Ошибки быть не может. Измеритель патриотизма выявляет нежелательные элементы. С точностью до 79%. Это неудачная шутка, конечно. Ну, я люблю иметь дело с чудаками, но вы же это не всерьез, да? К сожалению, двух мнений тут быть не может. Эти люди преступники, угрожающие нашему благополучию и сбивающие цены на жилье. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. А мне по барабану, пусть приезжают. У нашей страны есть более насущие проблемы. Он что, знает русский? Ты так говоришь, потому что мирные СМИ промыли тебе мозги. Ничего, мы тебя обратим. Мой брат в молодости был, скажем, так сексуально неопределившимся. Ну, а теперь он счастлив в браке, у него трое детей, и срывается он не так часто. Если ты выдержишь испытательный срок в общественном пограничном патруле, мы оплатим твои услуги. Насколько я помню, наша рыночная экономика по-прежнему ориентирована на сектор услуг. Ну, посмотрим. Вот и приехали, пока что никаких следов нелегалов. Они, наверное, внутри, тревер иди внутрь, пытаясь их выкурить. А как их найти? Добрый день. Так, кто из вас нелегал? Ты? Садитесь обратно в тачку. Меня уже и прогоняют. Они в этой машине, поехали. Быстрее, Тревор. Да еду я, еду. Надо их догнать. Держи, электрошокер. Нам не нужны трупы, мы же цивилизованные люди. Я смотрю, там веселятся вовсю, не то что мы. Ты посмотри, залили шары на денежки дяди Сэма. Страны и осквернение коренного населения. Это не по-американски. Держитесь за свои белые капюшоны, пойдем... Там никакие законы не писаны. Да ну стойте же вы. Вот козлы. Их не догнать, они какие шустрые. Может, все-таки мы будем в них стрелять? Можно хотя бы по колесам. Стоять! Воу-воу, нас занесло нехило. Может, они сейчас сами уедут? В какую-нибудь Мексику. А, блин, нельзя было убивать. Ну нет. Я ведь здесь. Где шокер? Ничего себе, вы бухие. Как вы вообще доехали до сюда? А что дальше-то? Не попал, да? Ну он уже освоил урок. А вдруг нет. Он медленно идет. Да вставай быстрее. А в тебе нельзя больнуть? Они меня кинут здесь, да? И скажут, вот, садись на их тачку и уезжай. Да давай быстрее. Как ты в него целишься, а? Ну все, пока тогда, парни. Не благодарите за помощь. Рад был вам помочь. Спасибо за помощь, гражданин. Сегодня ты сделал Америку немного безопаснее. А платить они не будут? А где выполнены, например? О, заплатили. 500 баксов. Это копейки. В этой игре. В жизни это, конечно, неплохо. Но здесь это копейки. На них ничего толком не купишь. Ладно, можно ехать на следующее задание. Сколько можно мне присылать сообщения? Патриция передаст тебе от меня пирог. Хорошо, что ты нашел такую чудесную женщину. Да блин. Все, давай гони. Ну и драндулет, конечно. Другое дело наша тачка. Жаль, не появляются новые прически. Новые татухи. Это было бы здорово. А то там слишком маленький комплект. Нас там кто-то ждет или что? Давай добежим до него. Эй, дружище. Эй, приятель, можно попросить тебя об одолжении? У девчонки сегодня днюха, и мы нажрались в щи. Я не хочу вас подвозить. Отвезешь нас до мотеля? Вон наша тачка стоит. Легко, вы славная парочка. Мне такие нравятся. Чувак, ты лучший. Мы сядем на заднее сидение, чтобы не мешать. Милая, не дыши на хорошего дядю перегаром. Что, два километра их везти? И зачем вы мне нужны? Спрашивается. Это чисто для себя. Я могу вас, конечно, довести. Такой шалон. А вы платить будете за поездку? Меня только это интересует. А что это вы там делаете, а? Сладкая парочка, блин. Да ну нет, ну нет. Я хотел сократить. И что же вышло в итоге? Ничего не получилось. Только время потратил зря. Это ваши проблемы. Что ты сказал? Он хочет к ним присоединиться? Что они там делают? Эй, блин, алло. Я поеду вот так. Тихо, тихо. Вы закончили? Как-то быстро. Спасибо, ты лучший. Нас ждут безотлагательные дела. Ой, проваливай, проваливай, проваливай. Я не обратил внимания, они мне заплатили или нет? Блин, теперь обратно ехать. Но это хорошая тачка. Мы очень быстро доехали. А, брат О'Нил. Да пошел ты. Тише, тише, это ведь ты воруешь чужие контракты. Ты сжег ферму, убил моих братьев. У тебя слишком много братьев пришлось прорядить. Ты умрешь, ублюдок. Ба, все мы живем и умираем. Таково проклятие рода человеческого. Впрочем, если хочешь разобраться, приезжай. Лос-Антос, Веспуччи, до встречи, выродок деревенский. Я приеду, не знаю когда, но приеду. Ну ладно, приезжай. Вот это мы, пожалуй, спрячем. Или ладно, пусть будет Шокер. Пусть будет, почему нет. А где задание? Наверху где-то? Так, тихо. У кого какие проблемы? Никто даже не работает. А, супер. О, уютненько у тебя. Да, легко. Надо мной смеяться, правда? Охренеть, как смешно. Но это... Это мой дом. Я его обустроил на свои кровные. Хорошо, остынь. Это был обычный сарказм. Ну так завязывай с этим. В мире и так полно сарказма. Это чума нашего века. Понял. Ничего ты не понял. Ты такая же сволочь, как все. Разбогател немного и стал говнюком. У меня для тебя новость. Я всегда был говнюком. Нет. Раньше ты что-то из себя представлял, а теперь ты... Как это дом. Одна пустая оболочка. Да пошел ты. А ты у нас что, такой чистенький, высокоморальный засранец? Потому что если ты псих, то тебе все можно? Я честно, ясно? А ты лицемер. Ой, да, ты герой. Ты выше всех нас. Ну, по крайней мере, я снизойду, чтобы взорвать... Что там вместо сердца? На, рви. Смотри, сколько влезет. Я готов. Алло? Эй, в чем дело, девочки? Отвали. Слушайте. Извините. Но у нас проблема. С правительственным финансированием вы должны... Разведать одну лабораторию на севере штата. Все очень серьезно, крайне. Нервно... Биотерроризм. Слава богу, я не плачу налоги. Так, слушайте, вам нужен стандартный набор. Судно. Тяжелый двухвинтовый вертолет, оружие. Все это надо достать. Один только вертолет обойдется вам в пару миллионов. Тревор как раз недавно крупно разбогател. Это сарказм? Да, твою мать. Самый натуральный сарказм, придурок. Еще пару недель назад я отдыхал себе спокойно, лежал у своего бассейна и грустил. И вдруг из ниоткуда возник мой лучший друг-психопат и начал третировать то, что я сделал больше десяти лет назад. Мы, наша маленькая банда, совсем на мели. Но ничего, давайте купим двухвинтовый вертолет за два сраных миллиона. Чтобы я мог украсть у гребных террористов нервно-паралитический газ. Так что извини, кретин ты безмозглый. Но мне остается только сарказм. Сарказм. И еще вы, мудаки. Да. Ох ты. Вот это старый добрый Майкл. Рад тебя видеть. Да-да-да, в общем нам пора. Это все здорово, но Дэйву еще на пилотесс надо. И запомните, девочки, не впутывайте нас в это ваше дело. Пока-пока. Мать твою за ногу. Ладно, позвоню Лестеру. Он хотел что-то рискать. И передай ему, что мы едем в Палета Бэй. Садись в машину. Конечно, без проблем. Он идет за нами, нет? Или он уже в тачке? Дождь идет. Подождите Тревора. Что-то он до этого не торопился. Погнали, 6 километров. Ничего себе. Это будет долгая дорога. Сейчас позвоню Лестеру. Что там еще? У нас проблемы с финансированием, так что нам нужна работа. До ювелирного ты говорил про какой-то банк в захолустье. Встретимся там, в Палета Бэй, да? Точно, я поеду на автобусе. Давай. Так, Лестер встретит нас там. Только не начинай. Не буду, ни за что. Это ты здорово придумал. Если нужно вынести из банка пару миллионов, прежде всего позвони в больницу, проси привезти тебя парня в кресле-каталке. Думаешь, в этом деревенском банке столько будет? Местные силовики собирают взятки со всех борделей. Энеркоторговцев в округе. Наличку держат в банковских сейфах, в довесок еще фонд заработной платы. Думаю, что куш будет нормальный. Знаешь, я думал о тебе, Тревор, о твоем образе жизни. Серьезно? Правда, что ли? О, да, люди всегда клеят на тебя ярлыки. Ну, ты знаешь, маньяк. Тих. Друг, флагман индустрии. В некотором смысле тебя нельзя загнать ни под какие рамки. Но с другой, что? Подумай, где ты живешь. Сэнди Шорс из Нежный Осел. Извини, что поблизости нет заведений, где делают прочистку прямой кишки. Ясно, но почему ты здесь? Это захолустье вдали от больших городов. Здесь все настоящее. Подлинное. Это Америка, и здесь еще встречаются настоящие люди. А если сюда переедут ненастоящие, тогда я свалю отсюда. Ну, а твоя манера одеваться? Что не так? На одежду мне плевать. Нет, нет. Те, кому плевать, носят чистые вещи, подходящие по размеру. А твоя одежда такая слегка безумная. Я беру то, что есть в магазине. А что такое? Боже ты мой. Это даже не отсутствие вкуса, Те, а его полная противоположность. Тебе стилистом бы работать. А еще татуировки, прическа, странная музыка. Странные игрушки, малоизвестные наркотики, да и все остальное. Что за бред ты несешь? Ты хипстер. Что? Ты хипстер? Ненавижу хипстеров. Классическая хипстерская реакция. Терпеть не могу хипстеров, я их съем на завтрак. Хипстеры обожают говорить о своей ненависти к хипстерам. Ой, мать, я их правда ненавижу. Ненависть к самому себе распространенная черта хипстеров. И это все потому, что я живу вдали от забегаловок, банкиров и прочей цивилизации, и ты меняешься, скоро появятся и джинсы в обтяжку. Потом лата, а потом и банкиры. А ты начнешь все заново. Где-нибудь в другом месте. Может, ты не обычный хипстер, но ты... Так, кем хипстеры мечтают стать? Ты, Тревор, ты прото-хипстер. Не знаю, о чем ты говоришь, и я не согласен. Ты несешь какой-то бред, и ты начинаешь действовать мне на нервы. Я сейчас очень, очень зол. И больше не хочу говорить на эту тему. Хипстер! Пошел ты, пошел ты, Майкл, давай, скажи это еще раз. Я все сказал, я же не садист. Мы доехали, между прочим. Ребятки. Автобус останавливается вот здесь. Ясно, долго сюда добираться, из Лос-Антоса? Видимо, да. Слышь, хватит уже. Что? Я тебе пальцы сломаю, если ты не перестанешь так делать. Да пожалуйста, хоть какое-то развлечение. Ну, конец-то. Привет. Здорово, добро, пожаловать в рай. Пошли машины там. Суховато здесь. Не волнуйся, брод. Майкл обеспечит тебе увлажняющие процедуры. Поехали? Да, можно начинать. Отвези нас в банк. Назревает новое ограбление. Подъезжаем к главному входу, осмотрим там все. Если бумаги не врут, система сигнализации там древняя. Нужно провернуть все раньше, чем местная полиция поймет, что произошло. Это вход в банк, ничего особенного. Теперь объедем кругом. Ладно. А выглядит он неплохо, этот банк. Не по-древнему. Сзади есть пустая парковка, там мы не привлечем к себе внимания. Мне здесь нравится, места отдалены, народу мало, то, что нам нужно. Не идеально. На взлом с тем мы потратим больше, чем получим за это дело. Значит, придется искать новое. Нет, нет, нет. Это и есть дело, понятно? Какие у нас варианты? Где тупая, конечно, мы могли бы включить сигнализацию и посмотреть, что будет. Тупая идея. Эй, ты слышал, что он сказал? Давай, стреляй в эту хреновину. Стоп, у меня шокер выбран. А, нет. А есть что-нибудь с глушителем? Так, я прихватил полицейский сканер. Остановись у заправки напротив банка, послушаем, о чем говорят копы. Хорошо. А у него здесь нет камер вокруг? Это полицейская чистота. Все патрульные экипажи в этом районе, ответьте. Сейчас в поле от патрули 3, 6, 9, 1. Одна машина будет на месте через 50 секунд. Поняла, 4 машины в участке ждет запасная команда. Они выдвинули 4 машины через 60 секунд плюс подкрепление. А ведь это даже не 30Б и не перестрелка, прям беда. Что у нас со временем? 40 секунд. Я слышу безопасность Палет. Есть новости по коду 30А, подкрепление готово выехать. Это ненормальная реакция, непропорционально. В этом округе вся полиция куплена, и в их маленькой копилочке сработала сигнализация. Это они, что там со временем 67 секунд? 4 машины и подкрепление на подходе. Плохие копы охраняют грязные деньги, да какая разница, мы все равно возьмем этот банк. Подожди здесь, посмотрим, нет ли слабых мест в их системе. Диспетчер это Палет 3, у нас код 12, сложная тревога. Возможно, кто-то нарушено включил сигнализацию. Вас слышим, мы поставим заслон на шоссе. Осмотр машины и проверка документов. Заслоны, осмотр, да пошло оно все. Я не хочу сесть только потому, что Лестеру понадобилось кресло-каталка. Кресло-каталка или нет, но мы все равно быстрее тебя. Наконец-то с копами я не собираюсь, нам пора. Мы уходим, если обгоним Тревора, то убегать от копов будет он. Я вас сделаю, извините уж. Но так и живем. Они где-то далеко. У этих лузеров ни единого шанса, да? Или есть? Как смотреть назад, блин? Я не помню кнопку. Ехать еще так далеко. Жесть, конечно. Но что поделать. Тихо. Они, кстати, не думают сдаваться. Может, попытаться сократить, или это плохо закончится. Не хотелось бы слететь вообще с нашего транспортного средства. Тут очень много животных. Может, они кого-нибудь собьют по пути? Было бы неплохо. Где вы там? Ого. Я думал подальше. Прикольное место, кстати. Пока все супер. Ага. Блин. Они едут достаточно аккуратно. Но очень быстро. Не честно. Мы, кстати, почти доехали. Жаль только, что это все бессмысленно. Но вот приедем мы первые, и все. Никакой награды. Просто скажет. О, ты победил. Такое бывает. И все. Да, блин. Это то, чего я избегал. Садись быстрее. Вот ты козел, блин. Я бы тебя расстрелял, конечно. Но вдруг копы погонятся. Это ведь будет неприятно. И все это случилось под конец. Нашего заезда. То есть мы почти победили. Да уж. Не, мы их не догоним. 700 метров. Да, они приедут первые. Вот козлы. Одна ошибка стоила нам победы. Да ну, стойте. Все, я первый. Твою мать, как они здесь оказались? Уроды. Что это так долго? Я размещу всю информацию здесь. Майкл, приятель, у тебя сахар в краю упал. Я соберу тебе что-нибудь поесть. Я в прятки-ти. Что? Эй, ты ведь гость. Я не хочу, чтобы ты голодал и грустил. Иначе ты будешь принимать неверные решения. Слушай, я всю жизнь принимаю неверные решения. Поэтому я здесь. Готово. Боже, что это? А что тебе не нравится? Это? Это что? Это же просто... Мясо? Или что? Хотя, после той зворушки на заправке... Господа. Хочу познакомить вас с планом. Наконец-то. Не хочу задерживаться здесь больше, чем необходимо. И так, полагаю, наш маленький эксперимент показал, что копы приедут так быстро, что встречи с ним не избежать. И их будет много. Это значит, что вам придется разобраться с копами. Грязными копами. И с грязными копами. Разобраться даже не знаю. И вам надо будет подготовиться. Тут неподалеку регулярно проходят армейские конвои. Я предлагаю угнать один и использовать его груз против местных копов. Я предоставлю вам точные сведения о грузе, как только мы закончим. В любом случае, долго торчить у банга вам не придется. Палета Бэй это... И где-то в квартале от вас Франкли будет ждать в лодке. Я знаю, что это не идеальный план, но на мой взгляд, единственный способ сорвать куш и выполнить заказ ваших друзей из ФРБ. Прекрасно. Нам нужны еще люди. Только стрелок. Вы с ним будете заниматься копами, поэтому советую подобрать хорошего стрелка. Так, доля 14%, 12%. Эй, подумаю, мы приятели шефе. Виртос своего дела. Но можем взять и шефа. О, 6%! Дэрил. Мы берем его. Дэрил, звезд с неба не хватает, но для этого дело вполне сгодится. Это правда тот парень, который тебе нужен? Да. Вот так. Я соберу снаряжение. Майкл, ты свяжись с Франклином. Тревор, ты знаешь, что делать. Так точно. А я позвоню вам, когда мы будем готовы приступить. Хочешь ночевать здесь? Будет тесновато, но... Знаешь... Я переночу в мотеле, спасибо. Ладно, как скажешь. Давай, я отвезу тебя. Сразу блеванул. Молодец. Выполнено. Так, в режиме режиссера, редактор, вам станут доступны новые уникальные актеры. Франклин, братуха, как сам. Тут тебя искали какие-то деревенщины, злые были, как черти. Я узнал, где они остановились и преследил за ними. Вот как, думаю, это братья Нил. Ну, что от них отсталось? Я скачу за Майклом, скоро будем. Ти, кореш. Так. Три задания, да? А вот это что за задание? А, ну это чудаки, наверное, да? Почему это не помечается? Так. Так. Патруль. Вот здесь у нас задание Тревора. Ну, поехали на задание Тревора. Почему бы и нет? Это ближе всего. Далеко идти не придется. Мы даже доедем. Так. А потом можно будет сходить на второе задание. Мартин. Тревор! Мартин, знаете, я тут подумал и решил, что не готов принять ваши извинения. Где моя жена? Патриция не желает с вами разговаривать. Я, если честно, тоже. Я тебя найду. Ладно, ну я пошел варить кофе. До встречи. И он только сейчас решил надеть шлем. Ну, замечательное решение, Тревор. Можешь не снимать его. Целый день проторчал в фургоне. Привет, Джимми, это папа. Если ты это слышишь, позвони мне, пожалуйста. И маме тоже скажи, ладно? И Трейси. Пожалуйста, сынок. Твой папа плохо себя вел. Пожалуйста, сынок. Хочешь нюхнуть? Что это с тобой, мать твою? О! Вот, смотри, что я думаю. У меня страна была создана бензином и для бензина. Так что я просто таким образом проявляю патриотизм. Дешево. И сердито. Бензин? Нет. Ух. Простите, миссис Эм. Господи. Майки, хочешь пиво? Ах, чёрт, извини, без углеводов нет. Да пошёл ты. Так куда вы с дружком направились, когда вышли? А тебе-то что? Ничего. Беседу поддерживаю. Ну, я был занят, ставил кое-кого на место. А, и вот оно, что значит, этот клоун не только валяет дурака целыми днями, он ещё и убивает всех. Если я люблю жизнь и наслаждаюсь, я, а ты страдаешь глобальными комплексами... Ой, знаешь что? Я знаю, что в губне души ты веришь во всякое дерьмо, или пьяные заборчики, и непременно и что? Как так можно разговаривать быстро? Баланс? Ты. Хотя, да, 10 лет на солнце, твои мозги расплавились. Ты признаешь слова, в которых нет смысла. Что значит баланс, а? А? Что я, мать твою, убиваю только по выходным, а по понедельникам, средам, занимаюсь йогой и медитирую, а по вторникам и четвергам снимаю... Ой, боже. Ты называешь меня психом? Да по сравнению с тобой я самый нормальный ублюдок из всех, кого только знаю. Да, да, нормальный, нормальный, нормальный. Мать твою, да я настолько нормальный, что могу открыть грёбаную психиатрическую клинику, окей. Да, мать твою. Ну что, больше не будешь вести себя как мудак? Не знаю. Но постараюсь. Ну ладно, твоя откровенность мне по душе. Я говорил с Франклином. Почему? В отличие от тебя, он сечёт, когда его крышу хреново понял, и ему не... Не сложно прийти на помощь. Значит, вот как ты... Ты позвонил в ЛС и пригласил нашего сообщника... Заглянуть сюда? В этом ты и весь, мать твою, в своём репертуаре. Как всегда. Ты даже не спросил, в чём там дело. Ты сразу же подумал о себе. Ты прав. Так и было. Прошу прощения. Так не пойдёт. Я ухожу. И могу умереть. Надеюсь, ты счастлив. Эй, я пойду с тобой. Нет, да, пойду, нет. Хотя бы выберись из этой сраной мусорной свалки. Ты не пойдёшь. Пока, ребята. Ещё как пойду, хочу убедиться, что ты не накосятишь. Ну что, погнали. Восемь километров! Так что ты поручил Франклину? Он следит кое за Кио Майки. Следит. О, они сами доедут. Супер. Отличная новость. Если он вернулся в Сэнди Шорст, то почему я об этом не знаю? Проклятие. Дерьмо, нас запалили. Только бы не упустить их. А почему бы их не сбить? Можно их расстрелять. Нет, Чоп, ещё не время. Их слишком много. Эй, чувак, мы с Чопом ведём этих уродов. Мы к северу от Чумаша гоним по западному шоссе. А так ясно, значит, братья О'Нил едут к нам. Так и есть, чувак, они уже собирались пальнуть по твоей квартирке из гранатомёта. Но кто-то из соседней объяснил им, что тебя нет. Ладно, если ты сейчас на западном шоссе, значит, проедешь через каньон Ратон. Ну да. Хорошо, мы с Майком позаботимся. А позаимствуем у компании вертолёт. Фрэнк, ты ещё на связи? Пытаюсь тут не разбиться в лепёшку. Мы догоним тебя на вертолёте и перехватим их, поубиваем этих вороватых придурков. Нам до вертолёта пять минут! О боже, я проиграл. Нет, не проиграл. Олей на дороге! О, нормально. Можно их расстрелять. Отличная возможность. Бац, бац и бац, всё. Один выстрел, один труп. Вон твой Чоп, задай ему трёпку. О, чёрт! А кто там один, что ли, остался кто-то? Тревор, тут на дорогу выскочил олень. Слышь меня, эти мудаки разбились. Разбились? Насмерть? Нет, сленяли веста. Мне прямо сейчас нужна поддержка с воздуха. А можно я стрелять только буду? Ну, блин, не волнуйся, обеспечим. Опять ехать в аэродром. Но они почти доехали, это радует. Ладно, будем считать, что вы договорили. Так, взлетаем. И направляемся в лес. Слушай, почему эти ребята хотят тебя грохнуть? У меня намечалась сделка, финальный контракт, серьёзное международное дело. И они у меня его украли. Погоди, если они тебя обокрали, зачем уже хотят убить? Чего ты пристал? Хоть бы раз поддержал меня. Видишь, я же лечу с тобой. Да, но мне кажется, что своё сердце в дело не вкладываешь. Мне ещё повезло, что ты не вложил моё сердце в какой-нибудь пирог. Снова сарказм. Какой же ты унылый циник. Бедненький Тревор. Ну, прости меня за то, что я человек, и у меня есть мысли, чувства и эмоции. Погоди-ка, я помню этот вертолёт. Мы на нём брали управление. Ты его сперва в ФРБ? Не совсем, я его забрал за неуплату. Кстати, тут лежала винтовка с оптикой. Ты бы лучше. Эй-эй, мы тут под вами, деревенщины в лесу. Отлично. Так, где деревенщины? Вот. Минус один, их было трое. Пытаются уплыть. Остался только один. Вот он. Это не он? Чёрт, берегись. Он спрятался за камнем, я не могу в него попасть. Кореш, действуй, ты знаешь, как пахнут эти ковбои. Следуйте за Чопом. Я могу за него поиграть? Найди его, Франклин. Но дело в том, что он сам бежит. Я не могу за него управлять. К сожалению. Забирайся. Кто ещё за кем бежит? Совсем обалдел. О, вот и он. Эй, добрый день. Сдохни, сволочь. Откуда у него с собой вообще ракеты? Он их в штанах таскал или что? А, наверное, мы его нашли, и мне надо его избить. Вот в чём дело. Ну или застрелить. Кореш, последний готов. Ладно, стой там, мы спустимся и заберём тебя. Оба-на. Так, надо их подобрать. Ну давай попробуем. Садитесь. Все на борт. Собака не садится. Блин, ну ты издеваешься, садись. Глупая псина. Ты чё, тупой? Тебя как-то по-особому надо запихивать или что? Садись. Садись, 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 садись. Аллилуйя. Ладно, возвращаемся. Полетели. Ты же знаешь, что это аэродром мой, да? Да, аэродром ты себе позволить можешь, а вот съехать из своей же стенохи и бары почему-то нет. Парни, вы как? По крайней мере, мы живы, и неплохо поработал там внизу. Это я его должен благодарить, это мне он помогал. Спасибо, Франклин. Всё, чики-пуки. И тебе спасибо, Чоп. Ты собираешься всё-таки рассказать нам, что именно мы тут делали? Ты говорил, эти ребята тебя обокрали, но это не объясняет, почему они хотели тебя убить. А я разве не рассказал, что случилось после того, как они спёрли контракт? Нет? Ну, я приехал к ним на ферму, поубивал там кучу народу и всё, взорвал кучу народу. Ага, по-моему, мы сейчас скокнули Элвуда, Уолтона и Вина. А когда я взорвал эту ферму, то прикончил Эрни, Эрла, Дэйва... О, боже. Так что, возможно, это они мне мстили, не знаю. Не будем забывать, что право на моей стороне. Да уж, точно твоей. Стопудово. На месте заходим на посадку. Давай, приземляйся, приземляйся, приземляйся прямо... Куда надо, блин. Приятно, да? Выручать, приятель. Давай, Чоп, давай. О, да. Устроить деревенским наркодилерам виндетту всю жизнь мечтал. Слушай, Треф, мы берём её и возвращаемся. Конечно, Майкл, давай, я высажу тебя на обратном пути. Чоп, залезай. Видимся у меня, Майк. Ага, спасибо, что предупредил. Выполнено. Так, у нас ещё осталось задание. Вот здесь. Поедем. Каждые несколько часов на базу идут колонны армейского транспорта. Перехватите одну из них. Что он написал? Я подготовил почти всё, что нужно для дела в поле. Это осталось только достать своёное снаряжение, так что сейчас наша цель конвой. Погоди, это новое задание? А, ну тогда мы поедем сюда. А там у нас что? Ладно, заедем туда попозже. Сейчас у нас есть дела поважнее. Нужно перехватить конвой. Почему бы просто не украсть вертолёт или самолёт? Что им там нужно было? Они же обычно этим и занимаются. Зачем в этот раз им его покупать? Или им нужно именно отдать деньги? Товарищам из ФРБ. Блин, вас подвезти что ли нужно? Выходи, выходи, где ты там? Разве ты не лапочка? Что за фигня? Ох, чёрт, знакомое чувство. Вот подстава. Нас обокрали. Ну ладно, пусть побегает в трусах. Блин, мы вернёмся за тачкой. Она как-то далековато. Бегает он очень медленно. Карта достаточно большая. Придётся потратить очень много времени, чтобы до неё добраться. Плюс он уже выдохся, судя по всему. По его вздохам и охам. А у меня пушки остались. И парашют есть. Ладно. Блин, где хоть одна тачка? Придётся реально бежать за своей, она же нереально далеко. Мы хоть половину прибежали. Жесть! Жесть! В общем, я доехал до тачки, за это время они переместились. Поэтому надо долбанную метку убрать. И ехать уже напрямую к ним. Так будет правильнее. Ведь так, Тревор. Можно его даже не одевать. Пусть бегает в трусах. Думаю, он будет не против. Он только за. У них здесь, скорее всего, очень жарко. И так его будет немножечко проветривать. Они куда-то далеко уехали, да? Отдаляются. Лучше бы они ехали мне навстречу. Так было бы куда удобнее. Так. Блин, мы их так не догоним. Если я буду тормозить. Машина у него ещё не самая лучшая. А вот они. С дороги. Его что, зацепил? Так, вряд ли мне нужно их уничтожать. Скорее всего, угнать. Их тачку. На чём они там едут? А, я понял. Оборудование не должно быть уничтожено. Но суть в том, что вот машина. И вон машина. Стой, мы вот сейчас вот сюда чуть-чуть так внедримся. Извини, извини, извини. Сейчас надо действовать на скорость. То есть, во-первых, мы делаем вот так. Во-вторых, мы делаем вот так. Блин, быстрее. Где вторая? Не долетела? Долетела. Во-вторых. Или в-третьих уже. Всё. Это наше. Блин. Главное не взорваться. Как тебя потушить-то? Тут ещё тачки взорвались. Серьёзно? Всё, у нас минус шина. Но это ладно. За нами даже никого и погони нет. Но это слишком просто. Я считаю. Вот. Без каких-либо проблем мы захватили груз. Достаточно ценный. Охраняло его. Ну. Не сказать, что армия. Но достаточно большой отряд. Сколько их было? Человек. Двенадцать. Пятнадцать. Мы всех загасили. Поэтому, блин. Ну ладно. Ну ладно, ладно. Это всё не важно. Сейчас мы доедем. Наверное, без каких-либо проблем. Главное не перевернуться. Не профукать груз. Иначе потом придётся всё это повторять. Всё заново проделывать. Слишком мало мне дают здесь воевать. Пострелял немножечко и всё. Отдыхай. Пострелял ещё немножечко. Отдыхай. Хочу повоевать. Зарубиться прям. Дайте мне такую возможность. А то у меня столько оружия, и я его, по сути, не могу применить. Убивать только вот местных жителей, чтобы потом приехали копы, и воевать с копами, ну это же бессмысленно. Так. Всё, мы на месте. А, нам надо выйти. Спрячь пушку. А мобилу у тебя украли? Или ты её в трусах таскаешь? Всё получилось. Ладно, не зря мы тебе татухи набивали. Хоть покажешь их людям. И теперь поехали сюда. О, вот, на тебе поедем. Лестер. Лестер, педалестер, мы раздобыли военное оборудование. Оно рядом с моим офисом. Так, время пришло, я жду вас в лаборатории. Стой, всё, готовы к ограблению? Ну нет, у нас ещё есть одно задание. Мы его выполним. А уже в следующий раз пойдём на ограбление. Так вот оно и будет. Надеюсь, я там вдоволь настреляюсь. За кем гонятся копы? За ним, что ли? Давай мы тебя затормозим. Всё, мы помогли копам, блин. Ясно. Они тормоза какие-то. За мной вот они яростно гонятся. Подрезают меня, бортуют вовсю, стреляют. А здесь я его затормозил, и они просто в рупор свой говорят, ну, выйди, пожалуйста, выйди. Ну, пожалуйста. Что за дискриминация, а? Что за такое отношение к нам? Совсем обнаглели. А сколько у нас осталось, кстати, заданий? Статистика. 23 задания. 23. А до этого я уже говорил 23 когда-то, да? Там было 33. Значит. Ладно. Блин, народ, извините, пожалуйста. Блин, чувак, вот тебе вообще не повезло. Но он выжил. Едем. Блин, достаточно далеко нужно ехать. Кто нас там ждет-то? А у тебя, кстати, есть задания в городе? Или их тебе отменили? У него же были свои задания. Может, это нужно для того, чтобы он пока туда не сувался? Они же все-таки прячутся, как-никак. Так, с дороги, блин. Все, мы приехали. О, это опять вы, ребята. Где здесь нелегалы? Да, руки вверх. А, это ты? Что вы задумали, идиоты? Мы здесь защищаем честь Америки. Это предназначено судьбою. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волей Божией. Парень не двух слов не знает по-английски, но знает, что это лучшая в мире страна. Господи! Эй! Эй, что это? Здесь нелегалы. Давай, погнали! Братан. Ну давай, задержим его. Шокер у тебя, молочины, всегда на чеку. Как низко я пал, всего за 500 баксов. Вы оба совершенные локо. Простите мне, иностранное слово, вы ведь знаете, что оно значит, да? Несмотря на всю эту хипповскую чушь, ты патриот, Тревор. Я вижу это в твоих глазах. За этим типчиком мы уже давно следим. Уникальная ферма, бартер по уши завяз в теневой экономике. Да уж, настоящий преступник. И что вы делаете с пойманными криминальными элементами? Подвези меня поближе, чтобы я мог гуманно его обезвредить. Я могу его сбить. Адьёс, Амигос. Я тоже хочу... Эй! Куда ты удирал? Это гражданский арест. Вы арестованы. Нечего было удирать. Уезжай отсюда, блин. Всё, давай вставай. Почему его нельзя пнуть? Бац. Ладно, извини, извини. Это последний раз был. Давай вставай. Этому всё равно. Он стоит, смотрит. Ему, видимо, интересно. Хоть бы отъехал для приличия. А всё, они меня кинут, да? Тогда я заберу твою тачку, извини. А, нет! Братаны! Ну, погнали. Куда вы меня везёте? Это похищение. Вам пора обратно в Мексику, сэр. Вы вообще о чём? Я живу здесь. Вот мои документы. Ой. Правда? Дайте-ка посмотреть. Он их выбросил. Я этого так не оставлю. Я буду жаловаться. Хочешь пожаловаться на меня? Вы уверены, что этот старик угрожает американской свободе? Ни в чём в своей жизни я был уверен больше. Боже мой, ты настоящий маньяк. Вот людям заняться нечем. Не двигаться. Вон, на мотоциклах. За ними, Тревор. Я-то думал, это всё конец. Кто вообще? Кто же мы, черт побери, мои американцы? Он даже английского не знает. Так, этого мы сбили. Всё, грузите их в тачку. Я тоже хочу. Мы тебя забираем. Давай быстрее. Да быстрее. Тормоз. Где они? Сзади сидят. Они даже не пытаются сбежать. Всё, теперь точно уедет без меня. У тебя всё хорошо. Ты арестован за преступление против демократии. Что? Гоу, кар, гоу, сейчас. Окей, Иисус. Двигай, или я тебя заставлю. Я заставлю двигаться. Гоу, гол, флагер, гол. А можно мне его в свою команду? Давай быстрее. Всё? Вы без меня? Или со мной? Блин, ну не говорите, что вы сломались. Ты баклан. Иди в тачку. Ты дикарь, он же сел. Иди в тачку. Странные люди. Может, ты не можешь сесть, или что? Отлично поработали. Спасибо за помощь, Тревор. Ты настоящий патриот. Дальше мы сами. Он меня ударил и выбросил. Ну спасибо, блин. А меня бросите, что ли? Они тебя именно бросили. Козлы. Ладно, вообще на этом можно закончить, а продолжать дальше будем уже в следующий раз. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok